Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Особое внимание объектам социальной сферы – больницам, школам и детским садам. В Самаре продолжается расчистка города от снега. Рекордное количество нарушителей – 65 административных протоколов – за неделю составили на самарцев, не желающих соблюдать масочный режим на транспорте. Россияне назвали инвестиции одним из пяти признаков качественной жизни. Что еще является показателем финансовой успешности, расскажем в новостях экономики. Тигр оценит разнообразие – какие блюда станут украшением новогоднего стола и чем задобрить хищника. Праздник в Стагу-Сене, как поляки отмечают и готовятся к зимним торжествам в Самаре. Особое внимание объектам социальной сферы, а также остановкам и тротуарам. В Самаре продолжаются работы по расчистке города от снега. Об этом говорили на еженедельном совещании в администрации. Подробности в нашем сюжете. В Самаре продолжаются работы по расчистке города от снега. Осадки идут третий день и с выходных. Все это время работают специалисты Департамента городского хозяйства, экологии, а также коммунальные службы. Об этом говорили на еженедельном совещании в администрации города. Расчищают дороги и улицы как вручную, так и с привлечением специализированной техники. Первые смены дворников вышли в пять утра. В ведомстве городских властей подходы к социальным объектам – больницам, школам, детским садам. А также остановки общественного транспорта. Все они в начале рабочего дня были расчищены. По оценкам ГАТИ, сейчас город освобожден от снега на 70%. За внутриквартальные проезды и подходы к районным магазинам отвечают ТСЖ и управляющие компании. Все жалобы в соцсетях городские власти оперативно отслеживают и принимают меры. Конечно, наверное, всех самарцев сначала порадовало, что наконец-то у нас началась настоящая зима, что наконец-то появился белоснежный снег. Но мы свою работу не забываем и понимаем, что нам необходимо чистить и уличнодорожную сеть, что нам необходимо чистить тротуары, остановки общественного транспорта, выходы из подъездов, организовывать проходы проезда к нашим социальным объектам. Поэтому, конечно, максимально вывели количество техники, количество людей, организовали работу двухсменную. Во всех районах города наложены работы елочных базаров, всего 150 площадок. Продажа оформлена в новой визуальной концепции. В этом году обязательно наличие ограждений. Также в рамках борьбы с несанкционированной торговлей хвойными деревьями на территории городского округа Самара, администрациями внутригородских районов совместно с полицией проводятся рейды по выявлению и пресечению несанкционированных точек продаж хвойных деревьев. 31 декабря муниципальные ярмарки по продаже хвойных деревьев прекращают торговую деятельность в 12 часов дня, осуществляют уборку и освобождение территории до 16.00. Затем контрольный отдел муниципального предприятия «Ярмарка Самара» все это объезжает и отчитывается в департамент о выполнении до 21.00. После работы елочных базаров на улицах города не должно остаться мусора и нераспроданных деревьев. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События. Расчистка города от снега ведется в круглосуточном режиме. Для того, чтобы самарцы смогли вовремя добраться на работу в дошкольные и школьные учреждения, на борьбу с непогодой стянуты все коммунальные службы города. С учетом прогнозов, в ближайшие дни снегопад продолжится. Работы по уборке и вывозу снега ведут в усиленном режиме. Тему продолжат наши корреспонденты. Альбина Кудапина уже 15 лет заботится о комфорте самарцев. Трудится в муниципальном предприятии благоустройства. Приходится выходить на службу в любое время суток, чтобы при любых изменениях погоды горожанам было удобно добираться на работу с работы по другим делам. Выходим, работаем, чистим тротуары, дороги, чтобы жители наши радовались. Когда свой труд видишь, это очень даже бальзам для души. Снегопад, который начался в эти выходные, еще с большей силой продолжился в начале новой недели, для городских властей, а также профильных служб сюрпризом не стал. В прошлом году снег появился раньше, и его было в разы больше, говорят в департаменте городского хозяйства и экологии. За последние сутки выпало около 13 сантиметров снежного покрова. Коммунальные службы подготовились с учетом прогнозов синоптиков. Работали на улицах города всю ночь, чтобы утром самарцы смогли добраться до работы вовремя. Выходило у нас 169 единиц техники. Это на уборку дорожной и уличной сети, на уборку тротуаров и порядка 120 рабочих. Задача поставлена, чтобы, прежде всего, тротуары были полностью обработаны антигололедными средствами и начался вывоз снега. Очистка города от снега продолжалась и днем. На городских территориях задействовали 215 спецмашин и 3124 уборщика территорий. В том числе 120 единиц техники и 199 дорожных рабочих на уличной дорожной сети. 51 машину и 2700 дворников для приведения в порядок дворов. А парки, скверы и Самарскую набережную расчищались 155 сотрудников и 44 машины. Напомним, что ответственность распределена между муниципальными предприятиями, подрядчиками, внутригородскими районами, управляющими компаниями ТСЖ, ТСН и ЖСК. Первый вывоз снега с улиц в этом сезоне запланирован на сегодняшний вечер. И далее работа организуется в ночь на 21 декабря. Для этих целей только самосвалов предусмотрели более 70. Всего выведут около 200 машин. Напомним, снег будут доставлять на 4 муниципальных и 3 частных полигона. Максим Магомедов, Мария Левина, Николай Сидоров. События. За сутки в Самарской области зафиксировали 582 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе – 194 662 человека. Такие данные в понедельник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 867 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписались 144 601 пациент. Прививкой рядом с домом в Самаре открылся еще один пункт вакцинации в торговом центре «Гудок». Он работает ежедневно с 11 до 18 часов без выходных. Подробности в нашем сюжете. Жительница Самары Маргарита Устинова привелась еще в апреле. В начале декабря прошла ревакцинацию. Говорит, прививки перенесла легко. Была лишь небольшая слабость. Я считаю, что будет жизнь более насыщенная. Вот я хожу в филармонию, люблю путешествовать. Как говорится, люди, которые не делают прививки, они и сами подвергают себе опасности, и окружающих. И поэтому нужно вакцинироваться обязательно. Сегодня Маргарита привела на прививку своего дядю Евгения. Он художник, активно выставляется. Поэтому без прививки просто не обойтись. От ковида как же не сделать, когда вот и так то жарко было, то холодно, то выставка, то наконец вот дозрел я. Надеюсь, теперь все хорошо. Для вакцинации Маргарита и Евгений выбрали пункт поближе к дому в торговом центре «Гудок». Он работает ежедневно с 11 до 18 часов без выходных. И попасть туда можно через отдельный вход без QR-кода. Пропускная способность пункта 120 человек за смену. Пациент вначале заполняет документы, кто он, что, какой вакцины желает привиться. И дальше мы с ним ведем опрос о его заболевании. Как говорят сейчас уже, любят все говорить, чем больнее человек, тем важнее вакцинация. Потому что здоровый организм выдержит все это, а больной, пожилой человек может и не вынести. Я считаю, что важно прививаться не только сейчас, но и вообще в принципе. Санитарно-эпидемиологическое благополучие зависит от того, насколько сильна иммунная прослойка. И, как вы знаете, для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы привилось не менее 80% населения. Тогда мы сможем уйти от тех ограничений, в которых мы живем сейчас, и вернуться к нормальной жизни. В прививочном пункте можно сделать сразу две прививки – от коронавируса и от гриппа. Причем одновременно в два разных плеча. Если же одну прививку, к примеру, от гриппа вы уже сделали, нужно дождаться, пока пройдет месяц, после чего делать вторую – уже от коронавируса. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Максим Магомедов, Виктория Шарая. События. 65 административных протоколов за прошлую неделю и 726 за весь период с начала проверок. В Самаре межведомственная комиссия в ежедневном режиме продолжает контролировать соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об итогах утренней проверки – репортаж Михаила Ермоленко. Число заболевших за сутки в Самаре продолжает снижаться. Но это не повод пренебрегать требованиями, введенными Роспотребнадзором на территории города, отмечают специалисты. Соблюдение правил в ежедневном режиме контролирует межведомственная комиссия, в которую входят сотрудники полиции, департаменты транспорта, народные дружины и представители компаний-перевозчиков. Еженедельно проводят порядка 80 рейдов. Проверки усилили, и количество выявленных нарушений – рекордное с начала пандемии. Только на прошлой неделе было составлено 65 протоколов на антимасочников. Еще 175 пассажиров покинули транспорт после замечания контролера. Наверное, в предвкушении Нового года бдительность наших граждан несколько ослабла. Поэтому, повторяю, контроль не снижается, контроль усиливается. Поэтому призываем всех, и особенно перед Новым годом, соблюдать эти ограничения, чтобы встретить Новый год дома, а не в больнице. Транспортные предприятия, в свою очередь, заботятся и о пассажирах, и о своих сотрудниках. Перед каждым рейсом подвижной состав проходит мойку и дезинфекцию. В салонах работают рециркуляторы для очистки воздуха от вирусов и бактерий. Кроме того, ежедневно перед выездами с персоналом проводят инструктаж и раздают средства защиты. Во всем подвижном составе работает автоинформатор, который напоминает об этом постоянном режиме. Ну и также мы своим примером кондукторы-водители тоже надевают защитные средства. Работает горячая линия телефон и постоянно получаем сообщения, на которые стараемся реагировать оперативно. За весь период с начала проверок сотрудники полиции составили 726 административных протоколов. Без масок, отметили проверяющие, в транспорте ездят и большинство несовершеннолетних. Родителям в очередной раз напоминают, надевать средства защиты еще до входа в салон необходимо всем жителям города, в том числе и детям. Особенно сейчас, когда есть риск заразиться не только коронавирусом, но и другими сезонными заболеваниями. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. Далее вас ждут новости экономики. Их расскажет Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория, уважаемые телезрители. Россияне назвали инвестиции одним из пяти признаков качественной жизни, что еще считают показателем финансовой успешности. Обязательно расскажу, но сначала о рисках для российской экономики, которые выявил Всемирный банк. Всемирный банк назвал четыре причины, которые могут негативно сказаться на российской экономике в следующем году. Сильнее всего давят пандемии и темпы вакцинации. В целом по стране они еще недостаточно высоки. В 2022 году может произойти всплеск инфляции, поскольку сейчас, несмотря на действия Центробанка, сложно говорить о контроле за ростом цен. Третий риск связан с возможным расширением международных санкций. Принять ограничения могут как страны, так и кредитно-финансовые организации. И четвертая угроза – это энергопереход западных государств на возобновляемые и зеленые источники энергии. К ним относятся солнечная энергия, гидроэнергия, сила ветра и другие источники, которые, в отличие от ископаемых, нефти, природного газа, угля и урановой руды не истощаются. Если мир откажется от нефти и газа, а именно к этому многие страны стремятся, то это нанесет мощный удар по российской экономике. Ранее один из ведущих российских банков заявил, что из-за энергоперехода уже к 2035 году бюджет России может потерять 5 триллионов рублей. Пенсии, зарплату за январь, премии и пособия россиянам должны выплатить перед Новым годом. Об этом заявили в Комитете Госдумы по труду социальной политики и делам ветеранов. Те россияне, у кого выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января, получат все до праздников. Пенсионерам и льготникам положенные деньги за январь тоже придут досрочно, в конце декабря. Причем уже с учетом индексации, которая запланирована с нового года. Россияне назвали пять аспектов качественной жизни. На первое место поставили достойное питание, так ответили 67% опрошенных россиян, а проводили исследования в 37 городах с населением от полумиллиона человек. На втором месте качественная медицина, 66% голосов. Только на третьем собственное жилье, его назвали 60% опрошенных. На четвертом месте хорошее образование, а замыкает пятерку признаков достойной жизни инвестиции в ценные бумаги. Только потом идет наличие автомобиля и возможность путешествовать. По словам экспертов, то, что инвестиции обошли такой давно известный стандарт, как личный автомобиль, говорит об изменении потребительских привычек у россиян. Сегодня набирает силу тренд на формирование накоплений. Официальный курс доллара на 21 декабря 74,29 рубля, доллар прибавил 56 копеек. Евро 83,61 рубля, европейская валюта увеличилась на 12 копеек. Черное золото теряет в цене нефть марки Brent 71,12 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В России 20 декабря отмечают День работника органов безопасности. Это профессиональный праздник сотрудников ФСБ, ФСО, внешней разведки, всех спецслужб, которые отвечают за внешнюю и внутреннюю безопасность государства. В Самаре возле здания регионального управления ФСБ открыли мемориал «Самарский чекист и Герои Отечества». Он посвящен всем сотрудникам, которые проходили службу в органах безопасности и были удостоены званий Героев Советского Союза и Российской Федерации. На памятнике увековечили имена Льва Маневича, Вениамина Лезина и Алихана Калиматова. В торжественном открытии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Республики Ингушетия Махмуд Алик Алиматов, депутат Госдумы Александр Хинштейн и другие почетные гости. Мы ведем большую работу по увековечиванию памяти Героев на территории нашего региона. И сегодня Управление ФСБ вносит свой весомый вклад. Я уверен, что воспитываясь на именах Героев, станут новые бойцы, станут новые сотрудники, которые готовы всегда отразить агрессию, какой бы она ни была. На примере светлых подвигов сотрудников органов безопасности, конечно же, будут воспитываться новые патриоты России. В Самаре чествуют лауреатов художественной премии имени Константина Головкина. Ее учредили в октябре этого года по случаю юбилей известного купца и мецената. Лучших деятелей искусства премируют по четырем номинациям. Традиционное изобразительное искусство, современное изобразительное искусство, дизайн, а также кураторство и лучшие выставочные проекты. В этом году на конкурс подали 136 заявок со всего региона. О самой молодой премии региона расскажет Михаил Ермоленко. От картин акрилом на холсте до современной графической иллюстрации. Именно многогранность личности и готовность открыться современному искусству отличает людей творческих, считает самарская художница Евгения Тарасова. Девушка всю жизнь посвящает написанию картин. И как любому творческому человеку, ей хочется признания. Хорошей возможностью для этого стал конкурс на художественную премию Константина Головкина. Евгения подала свои работы на отборочный тур и одержала победу сразу в двух номинациях. Традиционное изобразительное искусство и дизайн. Главная тема ее произведений – это, конечно же, любимый город – Самара. Эта тема очень сильно затянула, проходит через все мое творчество. Поэтому работы я их уже как бы вижу. Они в моей голове живут, и я даже не всегда успеваю их вовремя нарисовать. Потому что очень много образов. И очень яркая грань моего творчества. И я ее не хочу оставлять. Хотя я сейчас много езжу, пишу с натуры, по пленэрам. Но вот Самара – это основное, так сказать, направление. И оно останется, наверное, еще на долго. Художественная премия имени Константина Головкина – одна из самых молодых в регионе. Ее учредили в октябре этого года, накануне празднования юбилея, пожалуй, самой неординарной личности Самары XIX века. Весь город знает, что это был купец, меценат, богатый и эксцентричный человек, ценитель искусства и художник-любитель. Отсюда и ориентиры премии – широта взглядов и открытость к современному. Решение об учреждении ежегодного конкурса в области изобразительного искусства и дизайна было принято на одном из совещаний специального Головкинского комитета под председательством депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Имя Головкина, оно близко, наверное, большинству из тех, кто занимается творчеством, искусством, самарцев. И когда премия носит имя близкого тебе по духу человека, это как бы вдвойне дорого, и это уже начинает касаться лично тебя. И хотя премия была учреждена совсем недавно, интерес у жителей Самарской области она вызвала точно. На конкурс подали 136 заявок. Планируется, что премия имени Константина Головкина станет ежегодной. В этом году субсидии на нее выделены из бюджета Министерства культуры Самарской области. В дальнейшем, следуя традициям самарского меценатства, во многом заложенным Головкиным, к участию в финансировании конкурса планируют привлекать благотворителей из числа предпринимателей региона. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, События. Всего несколько дней осталось до Нового года. Жители Самары уже вовсю готовятся к торжеству, украшают дома, покупают подарки. И если у россиян волшебная ночь с 31 декабря на 1 января считается главным праздником года, то, к примеру, у поляков несколько иные традиции. Праздник в стогу сена, веселые колядки, оплатки с пожеланиями добра. Тему продолжит Мария Левина. С такой погодой сразу появляется какое-то предпраздничное настроение. Понимая, что совсем скоро все будут проводить это время с близкими, веселиться и, наконец-то, снова поверят в чудеса. Но всегда интересно, как проходят праздники где-то там, далеко. И в этом я намереваюсь разобраться в самое ближайшее время. И начну я с Польши. Как говорится, Друзья. Иногда то, что кажется далеким, на самом деле ближе. Родовые корни семьи Ерофеевых уходят в Польшу на несколько сотен лет. Хотя сами члены семьи родились и выросли в Самаре, как и многие предыдущие поколения. И разве что путешествовали по Польше. Тем не менее, дань традициям в этой семье отдают. Последний человек, который, скажем так, владел польским именем, жил до 1875 года. А как его звали? Джекош. Пра-пра-пра-дед. Поэтому мы все-таки решили восстановить то, что было утеряно практически на 150 лет. Андрей и Марина счастливы в браке уже 11 лет. За это время семья стала больше. На свет появились тройняшки. Марек, Мачей, Матвей, Дарья. Но это по-польски. Здесь же, дома, это просто маленькие Даша, Матвей и Марк. Марина работает экскурсоводом и много рассказывает самарцам и гостям города про костел. Андрей трудится врачом-пульмонологом. Зимних праздников в этом доме все ждут с особым трепетом. Ведь самое главное торжество у поляков – это Рождество и подготовка к нему – адвент. Четыре воскресения перед Рождеством, в каждой из которых они зажигают по одной свече. А в сам праздник зажигают все четыре. Это цвет покаяния, цвет времени поста и времени рождественского поста, тоже как ожидание. И, конечно же, поют традиционные рождественские калятки – календы. 24 декабря поляки ничего не едят до первой звезды и затем собираются за столом. На нем в этот день обязательно должны быть 12 блюд по числу апостолов или месяцев в году. Стол перед трапезой также подготавливают, подкладывают под скатерть сено. В память о том, что младенец Иисус родился в веслях. Можно приготовить такие традиционные вещи, как пироги с разными начинками, то есть, ну, по-русски вареники, голомбки, голубцы из капусты с постной начинкой, опять же. Обязательно выпечка будет какая-нибудь, маковец, например, с маковой начинкой. Ну, уже там ближе к самому празднованию, там будут уже разные прянички, разные пироги, торты даже. Ну, то есть, уже к Рождеству там уже более праздничная еда. Еще одна традиционная история – это оплатки. Пласт из тонкого теста с отпечатанными на нем образами святых. Это тесто тоже в ваших руках? Да, совершенно верно. То есть… Это как такая тонкая вафелька. Вообще не скажешь. Они преломляются за общим столом, по кусочку раздаются каждому с какими-то пожеланиями. Ну, каждый друг у друга отламывает и желает что-то там. Например, я тебе желаю, чтобы у тебя там было здоровье хорошее. Сразу после вечерней трапезы служба и потом уже неделя рождественских торжеств. А 31 декабря поляки отмечают не менее важный праздник – День Святого Сильвестра. Но главным зимним торжеством все-таки считается Рождество. Чтобы хорошо встретить Новый год, нужно к нему тщательно подготовиться, продумать и составить меню. Наступающий 2022 год пройдет под покровительством водяного тигра. Угодить животному уже в первые мгновения января – значит заручиться его поддержкой на весь оставшийся год. Какие блюда станут украшением новогоднего стола и чем задобрить хищника – узнали наши корреспонденты. Самарцы активно готовятся к встрече Нового года. Покупают подарки, наряжают елки, выбирают блюда для праздничного стола. Эксперты настаивают – в грядущий год тигра нужно соблюсти меню хищника. Поэтому предпочтение необходимо отдать мясным блюдам. Нужно правильно выбирать мясо. Например, в свинине есть корейка и кострец, которые запекают, а также шейка и мягкий карбонат. Свежее или охлажденное мясо должно быть определенного цвета – от розового до красноватого оттенка. Когда вы смотрите на мясо, оно должно быть именно, если теленка выбираете, она синяя-красного цвета. Баранин – да, очень капризное мясо. Его выбирать вообще по ребрам, чтобы она была тонкая и между ребрам было просвечивание. Тигр оценит разнообразие. На стол можно поставить не только любимые блюда, приготовленные по старым рецептам, но и кулинарные новинки. Говяжья вырезка под соусом «Виттелла Тоната». Обжарили с каждой стороны примерно по 2-3 минуты. Если кто-то хочет, чтобы мясо было полной прожарки, можно для этого убрать просто в духовку на 180 градусов. Примерно на 4-7 минут. После духовки даем мясу отдохнуть примерно 2-3 минуты. К традиционным блюдам можно добавить необычные закуски. Отличными вариантами для новогоднего стола станут быстрые и полезные, которые не нужно готовить целый день. Например, тарталетки, легкие рулетики, канапе или брускетта. С блюдами из мяса гармонируют легкие салаты без майонеза. Вместо калорийной заправки можно использовать лимонный сок или натуральный йогурт. Эти простые советы помогут не только избежать перееданий в новогоднюю ночь, но и значительно сэкономят семейный бюджет. Ольга Павлова, Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. Мастер-класс по скандинавской ходьбе от знаменитой российской спортсменки. Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая провела для студентов Самарского государственного колледжа сервисных технологий дизайна тренировку на свежем воздухе. Молодые люди стали участниками всероссийского проекта «Марафон спорта, науки и технологии». Он прошел не только в Самаре, но и в Волгограде, Уфе, Кирове и в других городах. Скандинавская ходьба фактически не имеет противопоказаний, но важно начинать заниматься именно с тренером. По мнению Ирины Слуцкой, необходимо развеять стереотип, что северной ходьбой занимаются только люди старшего поколения, потому что этот спорт полезен и для молодежи. Самарские студенты идею поддержали. Считаю, что спорт – это очень хорошо для здоровья, для жизни. Он нужен всем людям абсолютно. На самом деле это очень важно. Нужно с детства приучать себя заниматься спортом, чтобы всю жизнь быть здоровым и спортивным в хорошей форме. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самарыгиз, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова